всем привет сегодня отличный погожий денек солнышко светит правда по прогнозу возможен дождь надеюсь этого не случится и это отличный день для того чтобы открыть мотосезон и познакомить вас с моим новым другом на самом деле я открыл его еще вчера когда отгонял мотоцикл в сервис на техническое обслуживание но я лошара и забыл прикрепить камеру к шлему то есть я забыл крепление идея была вообще классная снять прямо вот самый 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 первый выезд на новом мотоцикле сразу записать свежие эмоции но не получилось я думаю сегодня будет не хуже потому что проехал-то я до сервиса вчера достаточно мало и сегодня будет такой же интересный опыт и я думаю будет вам что рассказать ну что ж мы начинаем и пора знакомиться с новым другом ну что дамы и господа разрешите представить вам моего нового друга и компаньона по мотосезону ладно погнали Это первый как уж на новом мотоциклее Дамы и господа Торжественно вам представляю МТ-01 Ямаха Я ласково его называю Мотя Мотя-хотя Да я знаю это супер приторно Но Мотя потому что МТ А Котя потому что он так урчит И такой милый что Он просто зашкаливает Значит Я снимал уже как вы могли видеть Пилотный выпуск в котором рассказал о том Что купил новый мотоцикл Ну и собственно цель сегодняшней нашей поездки Ну Я просто расскажу о первых ощущениях Эмоциях которые мне удалось понять Обкатывая там Эта поездка будет достаточно кстати говоря лоховская Потому что Потому что я еще не освоился Не только на новом мотике Но и в новом мотосезоне в принципе Ну то есть за зиму навыки Уступили сейчас Конечно Приходится все заново открывать Здесь сок на внизах Давайте Сразу хочу сказать что это не будет полноценный обзор мотоцикла Потому что я еще на таких веселых щахах От Самого факта покупки От того что я открыл наконец-то мотосезон И снова в седле Что я не смогу сейчас Объективно рассказать о каких-то плюсах и минусах Данной техники Поэтому это будет такой Быстрый экспресс Скажем так Обзор Первых эмоций Которые удалось получить От Знакомства и управления данным мотоциклом Когда я выбирал новый мотоцикл Основными критериями для меня было Во-первых Его Какие-то Интересные Параметры То есть я Не скрываю И всегда говорил что я люблю мотоциклы С какой-то историей С какой-то легендарной Аурой Внешний вид мотоцикла играл огромную роль Мне очень Очень Критично Чтобы Мне нравилось Как выглядит мотоцикл Чтобы я смотрел на него Я думал боже мой Какой он классный Вот что прям зрачок расширялся И Последним параметром Была наверное Фановость вождения То есть чтобы я получал Правильные эмоции От владения И управления данной техникой Из Всех вариантов которые я смотрел Была огромная солянка и компот Там были бусы Там были эрки первые Там были Икс четвертые Это Хонда Там был Хонда ВФР 800 И был Ямаха Фазер литровый Н Который без пластика Мне он больше всегда нравился Я точно знал что Мне Скорее всего не очень подойдет Спортивный мотоцикл Хотя мне Безусловно Хотелось его попробовать Просто по одной простой причине Что я не гонщик И Я предпочитаю Комфортную езду В такую Скажем так В кайф Где то на скоростях Там 80-100 км в час Именно поэтому я знал что мне нужен Мощный И Тяговитый на низах Мотор Ориентировочно Желательно В-образный Потому что у меня уже был опыт Знакомства с В-образными моторами На базе Макса И я примерно знал что это такое К сожалению Из Всех кандидатов Которые я Рассматривал Больше Ну особо Ничего не подходило То есть Самые Мои фавориты Самое большое желание Приобрести Наверное Вызывало буса Но Покупать старую бусу Мне не хотелось Потому что хотелось Что-то более-менее свежее А новая буса стоит Достаточно дорого И Это явно не влезало в бюджет И Я вспомнил Про такой мотоцикл Как МТ-01 Он мне всегда нравился И я всегда Краем Наверное ума думал Что Я куплю его Мотоцикл Крайне Детализированный Очень брутальный И Глаз реально Радуется Когда глядя на него Плюс у него Очень интересный мотор От Чопера Ямаха Ворьер То есть это 1.6 объема Ломовое Количество моментов В размере 150 ньютон метров И Достаточно скромные 90 лошадиных сил Именно этот Наверное Факт делает этот Мотоцикл Не самым популярным Среди Аудитории Мотолюбителей То есть это Достаточно специфичная Техника Потому что Объема много Турь вроде много Но при этом 300 не едет Как так? Когда я первый раз Выехал на этом мотоцикле Это случилось Когда я Завел его И поехал В сервис Менять расходники У меня Было Первые вот самые Две мысли Я вот Не ездил всю зиму На мотоцикле Как вот С тех пор как продал Макс Я на нем поехал Первая мысль у меня была Боже мой Какой же он котик А вторая мысль была Человек который придумал Этот мотоцикл Святой Это было Просто Откровение То есть Я очень удивился Мягкости И плавности Этого мотоцикла То есть По сравнению с Вмаксом Который Достаточно Жесткий И Такой у него характер Более подрывной В этот Я сел как в домашней Тапочке Рулежка Просто фантастическая То есть Вроде Центр тяжести Не такой как у Вмакса То есть Бак не под задницей А перед тобой И при этом Его вес не ощущается Несмотря на то что Он весит всего на 20 кг Легче Вмакса Он Просто Рулится как велик Каждое движение Он понимает тебя Не Даже не с полу Слова А с полумысли Тормоза просто огненные Здесь стоят Шестипоршневые Тормоза Тер-1 И После Вмакса Это Ну это как будто Ты узнал Что такое Тормоза То есть Мотоцикл слушается И Небольшое нажатие Уже дает Колоссальный результат По динамике Особых откровений Не было Очень похоже На Вмакс С одним исключением Здесь Здесь Мотор Все-таки Наверно Даже То ли Более Старперский То ли Более Плавный Ну, то есть у ВМАКСа был такой характер, ты на нем ехал, и вот ты откручивал, и он тебе прям такой, давай-давай-давай-давай, навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-навалим-нав Здесь он как-будто такой сидит, занимается своими делами. Почему, не знаю, мне представить, что сидит, вяжет носок какой-то. И такой, типа, а, ну вот что, навалим? Давай, навалим. Хочешь, навалим. Хочешь, не навалим. Как хочешь, чувак, не трогай, у меня тут вязание. А мотор здесь интересен тем, что он действительно очень специфический и не для каждого. То есть, основной интерес представляет тем, что здесь он очень сочный в диапазоне от нуля до трех тысяч оборотов. Он прям подрывает, то есть, ты ему даешь под хвост, и он просто аж подпрыгивает вперед, и чувствуешь, как разгружается переднее колесо. Красная зона начинает с шести тысяч, а вот четыре-пять тысяч оборотов он просто разгоняется. То есть, уже без каких-либо, без каких-либо суперосущих ощущений, он просто едет вперед. Действительно, ну, мощности для города хватает просто с головой. Вот я вот сейчас несколько дней на нем катаюсь, я не чувствовал ни разу, чтобы мне не хватало мощности для какого-то маневра. Но на этом мотоцикле, наверное, самое главное не это, а вот сами ощущения от его вождения. То есть, здесь сделано все для того, чтобы ты просто кайфовал от самого процесса вождения. А ты... Я даже не знаю, как это объяснить. Когда ты на нем едешь, вот ты откручиваешь вот этот вот подрыв в низах, прям такой вух, и ты такой, ох, как круто, как здорово, прям вот он вперед подпрыгивает, и потом ты сбрасываешь газ, и там сзади просто такой прострел из трубы такой, прям такой хлопок, бум. И просто даже вот улыбка ушей сама по себе начинается. Это вот, наверное, вот как раз этот мотоцикл создан не для гонок, не для того, чтобы на нем наваливать, а вот именно просто кататься с кайфом. Вот в этом у него все. Я не знаю, возможно, я... Мое мнение изменится, и позже я приду к каким-то другим выводам. Но пока я вот... К тому, что сейчас рассказываю. Пока я... Пока мне вообще все безумно нравится, я крайне им доволен. Это очень б... Цикл. Он действительно очень... Даже казалось не то, что плюшевым, прям вот... Он очень послушный, очень плавный, и при этом может зажечь, если нужно. У нас еще впереди весь сезон, для того, чтобы познакомиться с Мотией поближе, и для того, чтобы я сформировал более какие-то... Чтобы я, ну, как бы, собрал больше информации и поделился ей с вами, рассказав... Сделав такой полноценный обзор, потому что из той информации, которую я читал в интернете, про этот мотоцикл крайне мало информации. То есть, общие какие-то слова, которые друг у друга все передергивают, но вот такого долгого и обстоятельного обзора нету. Поэтому я постараюсь изучить и сделать вам классный мотоцикл. А пока спасибо за внимание. Я заранее извиняюсь за звук. Большую часть видео я уже озвучивал дома, потому что у меня, к сожалению, нет микрофона, и мне приходится либо кричать в шлем, чтобы было слышно на хоупрошке, либо записывать через диктофон. Но, к сожалению, диктофон в этот раз не сработал, и все, что я говорил, пропало. Поэтому пришлось выходить в ситуацию таким образом. Ну, как говорится, век живи, век учись. Спасибо за внимание. До встречи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok